Сергей Грабский, военный эксперт с нами на связи. Сергей Маратович, приветствую вас. Доброе утро, студия. Вы знаете, иногда для многих как дежавю звучит наша сводка, последнее время, последние недели, звучит как дежавю сводка от Генерального штаба вооруженных сил Украины, потому что мы называем действительно направление, где продолжаются очень активные и глобальные бои, в частности Донецкая область, то, о чем мы сейчас говорили, традиционно вспоминаем и Запорожскую область, поэтому об этом мы с вами не единожды говорили. Я хочу немножко с другой стороны подойти, в другом контексте, обсудить это. Вчера на ставке очередной президент Украины и господин Сырский, Александр Сырский, что сказали? Сказали о том, что происходит ныне в Курской области, о том, как там действуют вооруженные силы Украины. Я хочу вас спросить, как вы считаете, ситуация в Курской области, насколько глобально, в частности, может повлиять в отдельности на то или иное направление, если мы говорим о Покровском направлении, о временском направлении, о Запорожской области. Насколько все-таки ситуация в ближайшее время и расстановка сил может измениться? В ближайшее время ситуация не изменится. Почему? Потому что противник, по-моему, еще не до конца оценил важность или серьезность ситуации, которая сложилась в Курской области. Поэтому он пытается ликвидировать, как он сказал, это неразумение, используя местные ресурсы или резервы из ближних направлений. То есть мы можем отмечать, что противник перемещает отдельные подразделения с Харьковского направления, с Купинского направления. Но пока то, что касается выполнения главной задачи противника, именно наступления на Покровском направлении в районе Торецка, там ситуация не будет меняться. Противник пока не рассматривает возможность того, чтобы оттуда необходимо было снимать какие-то резервы. Поэтому он будет продолжать давить на этих направлениях, ну, как минимум, в ближайшие 2-3 недели. Марат Ильич, еще важен момент. Мы еще сейчас вернемся к ситуации на фронте обязательно в Украине. Но не можем обойти стороной вчерашнее официальное заявление президента Зеленского и публичное заявление главнокомандующего Сырского касательно Курской области. Вот с одной стороны, линия фронта расширяется еще больше. То есть, силы обороны Украины работают теперь на еще большей территории, не только по границам Украины, но уже и на территории России. Но, чисто с военной точки зрения, какой карт-бланш для Украины, для тактики это дает? Поясните, пожалуйста. Вы знаете, это очень важный этап нашей с вами истории. Почему? Потому что с проведением этой операции мы показали, что Российская Федерация оказывается не способной вести оборонительные операции на тех территориях, которые как бы не входят в зону активных боевых действий. Таким образом, фактически получается, что создав такой прецедент, мы вынуждаем противника отвлекать более серьезные ресурсы для как минимум хотя бы создания видимости обороны на других направлениях. Потому что с большой долей вероятности можно сказать, что ситуация, которая наблюдалась на протяжении последней недели и в Курской области наблюдается, и в Белгородской области наблюдается, и в Брянской области, где противник не готов был и продолжает быть не готовым к таким действиям, активным действиям сил обороны Украины. И угроза таких действий будет нуждать противника придавать большее значение этим направлениям и перебрасывать туда большее количество ресурсов. Что однозначно в перспективе, не в этой кампании, но в перспективе должно сказаться на линии фронта. То есть ослабление давления противника на различных участках фронта. Кроме того, нужно понимать, что вклинение в территорию противника, они создают такое постоянное давление уже не столько военного характера, а военно-политического, экономического характера. Потому что это потоки беженцев, это неуверенность в завтрашнем дне, что гарантировал режим Путина. Это неспособность путинской власти оказать помощь людям, которые оказались в беде по вине этой же путинской власти. И нарастание этих факторов в ближайшем будущем тоже может отразиться на стабильности этого режима. Плюс для нас это важно. То есть нанесение таких ударов значительно ослабляет коммуникации противника, меняет правила игры. Но достаточно вспомнить, что Украина взяла под контроль Суджинскую газоизмерительную станцию. Кто знает, может мы дальше будем продвигаться к другим направлениям, к другим объектам. В частности, если мы говорим о Брянской области, то там находится такой объект, как Брянск-18. И, кстати, очень недалеко от границ Украины. Это объект хранения ядерных боеприпасов. То есть противник вынужден будет отвлекать серьезные ресурсы для того, чтобы упредить, как они думают, возможные действия, активные действия украинских сил обороны на этих направлениях. Нужно понимать, что несмотря на колоссальность его ресурсов, его боевой потенциал, потенциал противника, он не является таким уже безмерным. И, в общем-то, мы можем предположить, насколько сильным может быть давление на том или другом участке фронта. Пока, повторюсь, мы не наблюдаем таких изменений, но с усилением давления на тех направлениях, где противник нас не ожидал встретить, ситуация будет меняться. Более того, давайте не забывать еще об одном важном элементе этой войны, а именно критерии эффективности действий войск. Для Украины критерием эффективности действия войск является уничтожение боевого потенциала противника. И то количество потенциала, которое было уничтожено в Курской области, оно превосходит все возможные показатели, которые были до этого. Поэтому украинскую операцию, даже если она прекратится прямо сейчас, в эту секунду, уже можно считать успешным. С точки зрения уничтожения потенциала. Ну а на традиционных направлениях, как мы говорим, мы продолжаем уничтожать атакующего противника. И мы отмечаем определенные тенденции, что противник все-таки вынужден брать большие тактические оперативные паузы для перегруппировки своих войск, которые измотаны боями. Сергей Маратович, еще важный момент. Ведь, как показывает практика, то, что уже стало известно в публичной плоскости, силы обороны Украины зашли на территорию Курской, сначала на территорию Российской области, потом уже ближе к городу Курску, практически без сопротивления. Говорит ли это о полном провале российской разведки? Относительно. Скажем так, знаете, я бы провел такую аналогию с июнем 1941 года, когда Сталину докладывали о вторжении Гитлера, но он не мог поверить, что Гитлер, априори имеющий меньший боевой потенциал, рискнет нападать на Советский Союз. Здесь произошло примерно то же. То есть в своей параллельной вселенной, которую создает кремлевское руководство, они даже не предполагали, что Украина рискнет нападать на области, как говорится, международно признанных границ того субъекта международного права, который пока называется Российская Федерация. Поэтому они не ожидали, если можно сказать, такой наглости. Плюс это великолепная пауза молчания, это великолепное введение в заблуждение противника, разыгранное просто по нотам раздела оперативной подготовки, который называется оперативная маскировка. Они сыграли такую злую шутку с противником, и для него этот удар был очень неприятной неожиданностью. Это второе. И третье, как я уже говорил, несмотря на колоссальность ресурсов, боевой потенциал россиян достаточно ограничен. И уже на сегодня мы говорим о том, что 90% активных сухопутных войск Российской Федерации находятся в зоне боевых действий с Украиной, ведя боевые действия и изматываясь там постоянными боями. Такой пример, чтобы вы понимали, на границе с Финляндией укомплектованность российских гарнизонов составляет менее 20%. Примерно такая же ситуация и в областях, которые граничат с Украиной, в которых пока не ведутся активные боевые действия. Хотя нужно заметить, что боевые действия в приграничье велись постоянно. И мы отмечали и отмечаем постоянные боевые столкновения разведывательно-диверсионных групп, обстрелы территорий, нанесение авиационных и артиллерийских ударов. Сергей Маратович, и немножко вот тактически несколько моментов хотелось обсудить из того, что есть. Вот я смотрю некоторые такие аналитические тезисы в отношении того, как действует враг. Вот я хочу у вас спросить. Военнослужащий Владимир Назаренко говорит о том, что враг сегодня вынужден не столько маскировать свои пушки, сколько оттягивать их на несколько километров к себе в тыл, ставить блиндажи, из них вести огонь, концентрируя его по одному району целей. О чем это свидетельствует? Я так понимаю, что это связано и с работой успешной БПЛА, то есть дронов, то, о чем мы говорим, и сотрудничество где-то огневых средств и ударных беспилотников. Вот такая тактика врага, она с чем связана, вот это оттягивание пушек в тыл фактически? Нужно понимать, и можно почитать статистику, и вы увидите, что мы отмечаем значительное количество артиллерийских систем, которые уничтожаются в течение суток, вследствие боевых действий. На сегодняшний день мы говорим о том, что примерно зона в 15 километров от линии боевого столкновения является такой серой зоной, в которой ни мы, ни противник стараемся не держать большое количество вооружения и боевой техники из-за риска быть уничтоженным. Потому что фактор БПЛА, беспилотных летательных аппаратов, он сыграл очень серьезную роль в этой борьбе. Но нужно понимать следующее, что если российская армия орудия, они, в общем-то, все советского образца имеют, как говорится, предусматриваемый радиус действия, то в случае украинской армии наши орудия западного производства выигрывают в дальнобойности 2-5 километров, то есть что делает их более эффективными. Поэтому дроны сыграли очень важную роль в том, что противник не может концентрировать огонь, массированный огонь на определенных участках. Он вынужден отводить эти артиллерийские позиции как можно дальше в тыл для того, чтобы минимизировать этот удар дронами. Но мы их достаем и там. В общем-то, сейчас дроны именно в реальной боевой обстановке играют значительную роль, охотясь буквально за каждым орудием, каждым минометом, за группами военнослужащих. А также за отдельными военнослужащими. Сергей Маратович, теперь о ситуации на фронте непосредственно, о левобережье Украины, временно оккупированной части территории, о Крыме в том числе. Насколько сейчас вы видите прогресс в уничтожении систем ПВО, складов с припасами на временно оккупированных территориях Украины, если говорить за Херсонскую, за Кенбургскую косу, за Крым в целом? Ну, нужно понимать, что эта работа очень длительная, я бы сказал, так монотонная, и она не является, знаете, такой одноразовой. То, что мы делаем на сегодняшний день, оно позволяет серьезно ослабить боевой потенциал противника. И мы концентрируемся на следующих направлениях. Вы верно заметили. Уничтожение систем противовоздушной обороны для того, чтобы расчистить коридор уже для использования наших самолетов. Давайте не забывать, что комплексы С-300 и С-400 создавались именно для борьбы с Ф-16. Поэтому для того, чтобы Ф-16 более эффективно действовали в небе Украины, нужно подготовить как бы почву. Мы говорим о том, что мы уничтожаем военные объекты противника без возможности их восстановления, потому что Керченский мост, несмотря на те патетические заявления, что он привязал Крым к России окончательно, он не выполняет ту функцию, линии снабжения, которую он должен был выполнять. И давайте не забывать, каждая воздушная тревога в Крыму приводит к закрытию Керченского моста, что серьезно в разы снижает его пропускную способность. Мы говорим о том, что наши удары по объектам критической инфраструктуры на территории Крыма серьезно ослабляют возможности противника. В частности, даже буквально в прошлые сутки был нанесен удар, вследствие чего отключилось электричество в Евпатории и в ближайших пунктах. Мы знаем, что такое Евпатория, мы знаем, какие там гарнизоны находятся. Что касается Херсонской области, нужно понимать, что это наша ближайшая задача, потому что я утверждал и утверждаю, и буду утверждать, что без освобождения Крыма говорить об окончании этой войны невозможно и бесперспективно. Поэтому мы наблюдаем удары по той части Николаевской области, которая оккупирована, я говорю о Кинбурнской косе, и уничтожаем там объекты противника. Продолжается методичное и последовательное уничтожение объектов на оккупированной части Херсонской области, создавая предпосылки в будущем, возможно, не в этом году, возможно, даже не в следующем году, предпосылки к будущим наступательным операциям. Потому что вследствие растягивания коммуникации противник просто физически не может обеспечить тот темп поставок, который необходим для ведения активных боевых действий. И это уже отразилось на боевых действиях, потому что если мы сравним с вами количество ударов, которые наносят противник, и попыток наступления противника на востоке, они не соизмеримы с тем количеством ударов и попыток наступления, которые мы наблюдаем на юге. То есть там практически линия фронта стабильна, без каких-либо серьезных изменений в ближайшей перспективе. Спасибо вам огромное. Сергей Маратович, обязательно увидимся. Сергей Грабский, военный эксперт, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok